Я, значит, в прошлый раз у меня было задание рассказать об ориентализме и критике ориентализма, и это было легче, потому что это одна книга и несколько критик. Сегодня у меня, мне кажется, задание посложнее, поэтому я как бы набросала небольшой план лекции, потому что у меня, получается, надо сделать обзор целой области постколониальных исследований, которые также надо связать и с историей европейского колониализма, и с понятием расы, и с историей развития расовых и колониальных отличий. Значит, это вот план лекции, который... И я начну с истории расы как концепта. История расы как концепта, это, конечно, будет немного голопа по Европам, но мне кажется, важно понимать расы как концепта, и важно понимать заимствования, и важно понимать, откуда они идут. Обычно историки связывают и связывали концепт расы, возникновение концепта расы с эпохой великих географических открытий, появившимся научным описанием, в кавычках, научным описанием новых территорий и новых народов. И если вот посмотреть на первое упоминание концепта, то это вот французский путешественник Франсуа Бернье в конце 17 века пишет статью, которая называется «Новое разделение Земли», и там он упоминает четыре расы, которые, в принципе, две из которых, которые, может быть, соответствуют как бы нашему пониманию расы в 20 веке. Это первая раса, то есть и африканская раса негроидная, потом у него есть азиатская раса, он говорит, что, в принципе, они белые, и такая самая, в его понимании, низшая раса, the labs, которых он описывает как страшных, некрасивых людей. Дальше раса, как концепт, находит свое отражение в немецкой физической антропологии, или эту школу называют Готингенская школа естественной истории. И, что интересно, там как бы используется и библейское, то есть используется и научное, как бы, понимание расы, и так называемое библейское, то есть то, что есть три расы, которые происходят от трех сыновей, Ноя, Сэма, Хама и Яфета. И из них Яфет самый беленький, Сэм это где-то Ближний Восток, и Хама, он, в принципе, в Вабилоне, но потом они становятся темными. И таким образом представители негроидной расы становятся, как бы, вот, потомками Хама. Потомками Хама, и это, в принципе, используется в этот дискурс, используется широко для оправдания рабовладения вплоть до конца 19 века. Мы говорим, как они операционализируются у ученых Готингенской школы естественных наук. Это значит, вот такая операционализация через Библию, которая существует одновременно с такой научной, как бы, рациональной операционализацией расы. Допустим, если это было у Гаттерера, Йохана Кристофера, вот это вот использование библейских генеалогий для объяснения расового различия, то, допустим, у Блуменбаха уже появляются расы, которые мы узнаем, это основанные на цвете кожи, это кавказская белая раса, кукейжен, монгольская желтая раса, малайская коричневая раса, эфиопская раса и американская, упс, красная раса. Что интересно, я вот посмотрела, в принципе, те же расы, которые были упомянуты у Блуменбаха, они дальше используются вплоть до так называемой буазской школы, которая считается, что они выступали против, как бы, сведения всего к расовому отличию, но они как бы выступали против такого детерминистского определения расы. Но, тем не менее, они, вот, допустим, Альфред Кройбер в своей книге «Антропология. Раса. Язык. Культура» используют все те же цветные, то есть расовые концепты, основанные на цвете, и у него, то есть, есть, что, в принципе, не очень отличается от того, что использовали в конце 18 века. Та же самая монгольская раса, малайская раса, американ-индиан. У него еще появляются там азиатские монголоиды, океанские монголоиды, американские монголоиды, то есть, индейцев он называет не красной расой, а американскими монголоидами. Ну, это вот Альфред Кройбер, это представитель антропологии школы Буаза, они также их часто называют salvage anthropology, то есть, люди, которые как бы изучали языки и культуру американских индейцев, время как их культура исчезала и пропадала, и они как бы пытались это записать как можно быстрее, набрать как можно быстрее артефактов, записать как можно больше фольклора, сделать как можно больше классификаций, пока все эти культура еще была, еще жила, что, конечно, тоже по-разному сегодня относится к этой школе, насколько это было этично и так далее, заниматься записью, и в то время как люди, ну, то есть, культура пропадала на глазах, и как бы вот все эти этические вопросы, они возникают тоже. И даже вот последнее, в 62-м году уже в книге Куна, Origin of Races, то же самое, как бы, вот все эти основные расы упоминаются. И я хочу сказать, что мы как бы должны этот момент запомнить, что вот этот концепт расы появился и трансформировался и развивался и сформировался в трансплотническом мире и как бы к нам, и потом мы его заимствовали. Поэтому очень много как бы несоответствий, как бы не возникает при заимствовании. Но это вот что касается развития расовых понятий до начала 20-го века, ну и потом уже к началу 20-го века начинается проблематизация понятия расы. Люди становятся более сенситивными к колониальному прошлому, к расовой дискриминации. И у меня вот здесь два заявления ЮНЕСКО играет в этом ведущую роль. Первое заявление, оно, по-моему, было в 50-м году, вот это второе заявление в 51-м году. И я вот здесь выделила красным о том, что ЮНЕСКО, они то есть собрали нескольких антропологов и заявление о том, что в каком случае нельзя говорить о чистоте расы, в каком случае нельзя говорить о иерархии рас, то есть нет высших рас, нет низших рас, и о том, что внутрирасовая вариация является больше даже внутрирасовой вариацией, чем межрасовой вариацией, поэтому говорить о такой классификации лучше не следует. Дальше ЮНЕСКО сделало еще одно заявление в Москве в 64-м году. Тоже они собрали, здесь написано, что они собрали опять 22 экспертов, то есть антропологов, биологов, революционных антропологов, и опять же сказали о том, что вот нет такого понятия о чистых расах, такое не существует, и о том, что вот до сих пор существует деление расы вот на три главных вида, это монголоидная, негроидная, европеоидная, но вот это деление, оно в принципе очень, они так и говорят, что это очень, можно сказать, вульгарное деление, и нет таких, на самом деле таких чистых категорий, негроид, европеоид, монголоид не существует, наоборот, учитывая как бы сложную и разную расовую палитру, вообще лучше отказаться вот от этого деления на монголоида, европеоида, и опять, ну, что расы намного больше, поэтому как бы эти вообще деления не имеют смысла, то есть это уже намного более сильный, так сказать, тон и стиль языка, когда они об этом говорят. И вот у меня здесь еще. Заявление ЮНЕСКО от 64-го года, получается, было еще более сильным, чем предыдущие заявления ЮНЕСКО, и оно отменило вот это вот, как бы объявило о том, что вот это выделение на эти три основные расы, негроидная, монголоидная и европеоидная, оно как бы не является как бы вульгарной симплификацией и никак как бы не отражает разноплановость и сложность расовых отличий, о том, что опять как бы вариация, внутрирасовая вариация намного более, больше внутрирасовой вариации, чем различия между этими основными тремя на тот момент расовыми категориями, и поэтому лучше вообще от них отказаться, от этих расовых категорий. И, наверное, самое сильное после ЮНЕСКО, это уже заявление Американской антропологической ассоциации физических антропологов о биологических аспектах расы 1996 года, о том, что раса вообще как концепт не является аккуратной репрезентацией биологической вариации, она никогда не была правильной, что это западный концепт, который был рожден в лоне европейского колониализма, эксплуатации и дискриминации. Он не имеет никаких корней в биологической реальности, его корни только в политике расовой дискриминации. Но вот из-за этой политики расовой дискриминации за последние пять столетий, после географических открытий, начала периода колонизации, сложилась социальная реальность, которая структурирована этими расовыми категориями. И в этом плане раса является как бы социальной реальностью, и расизм является как бы биологическим последствием этой социальной реальностью. То есть это как бы говорится о том, что расы нет, но есть расизм. И расизм сложился благодаря вот этой расовой политике, расовой колониальной политике. Но раса не является научно-биологическим концептом, и который может быть какие-то правильным научным биологическим концептом. То есть это опять вера в расы, это как в аспект человеческой биологии появилась именно в тандеме в европейском колониальном контексте и является как бы самым страшным, одним из самых страшных элементов в человеческих обществах. То есть это вот такой самый сильный о том, что вообще нужно биологическую расу вообще о ней не говорить. И отношения, вот, кстати, вот когда я говорила о том, что заявление ЮНЕСКО, которое было самым сильным, и оно вообще как бы призвало отказаться от этих трех главных рас, европеоидной, негроидной и монголоидной, но это как-то вот до советской школы и, наверное, до российской школы, потому что вот потом дальше будет цитата из Добрышевского, не дошло. Ну, по крайней мере, до моей школы в 80-х годах это точно не дошло, потому что в четвертом классе на уроке географии мы проходили все эти расы, как они сформировались, и какие у них отличия изучали. Я это помню очень хорошо, потому что на тот момент нас было в русской школе пять казахов, и из разных фенотипов там у одной казашки были большие глаза, у другой казашки не было скулы, и они как бы сказали, а мы европеоиды. И я помню, мы остались в классе три монголоида, и как-то нам было обидно, что мы монголоиды. Я помню, я пришла домой и плакала, как мы втроем оказались монголоиды. Я не хочу сказать, что это какая-то огромная травма, но, короче, это было, было такое. И что монголоидная, видимо, не считалась какой-то хорошей расой, если это вызывало слезы, и как бы это на тот момент. То есть вот эта иерархия, видимо, все-таки в какой-то момент, мы будем об этом и говорить, как произошло заимствование вот этих, я сказала, что это очень важно, что вот все эти концепты расы, они сформировались в трансаплотическом контексте, и потом в какой-то момент происходит заимствование в Российскую империю, и потом заимствование в советский дискурс тоже. И вот таким образом, что в 80-х годах мы изучаем эти расы на уроке географии. И, ну, вот это вот, что касается заявления очень такого острого и о биологических аспектах расы Американской ассоциации физической антропологии, но отношение, как я поняла, в российской антропологии к отмене расы, оно такое амбивалентное, и вот здесь у меня цитата такая достаточно нейтральная, наверное, самого известного российского антрополога Станислава Добрюшевского. Вы меня слышите? Я опять не хочу пропасть. Алло? Да. Хорошо. И он пишет, что вообще, как бы, многие российские антропологи говорят, что не надо совсем уж отказываться от понятия биологической расы, что, может быть, не надо вот эти классификации расы выдвигать в какие-то абсолюты, потому что классификации, вот как пишет Добрюшевский, рас столько же, сколько самих антропологов. Не каждый антрополог, к тому же, знает обо всех исследованиях, то есть, может быть, например, какая-нибудь восточно-африканская раса, которая в равной степени как негроидная, так и европеоидная, ее можно выделить в отдельную расу, но тогда найдется промежуточная между ней и какой-нибудь другой соседней. Таким образом, можно классифицировать великое множество рас. Поэтому вопрос их количества, скорее, философский, и относится к тому, какие критерии, какие подходы мы используем при их выделении. То есть, как бы, в российской антропологии, как я поняла из того, что я читала, не вот это вот полностью отказ и отмену расы, как бы считают, ну, как бы не надо совсем уж отменять изучение биологических различий и так далее. Можно изучать их самых разных и понимать, что классификации могут быть самыми разными в зависимости от критерий, которые мы придерживаемся. Далее, очень важный вопрос, как я сказала, это заимствование расовых понятий в Российской империи на евразийском пространстве. То есть, это все формируется, начиная с 16-го, 17-го, 17-го века в Европе, но в какой-то момент это приходит в Российскую империю. И вот ту часть антропологии, этнографии, которую я знаю, это колониальная этнография Казахской степи. Я вижу, как это появляется там где-то к 30-м годам 19-го века. И вот, допустим, у меня здесь отрывок из описания киргизской садчих или киргизской садских орта степей Алексея Левшина. И вот там вот эти как бы физические антропологические черты и необходимость их описать. И как бы он вообще пишет в такой европейской манере о том, что казахи для него это как бы новый народ, который вот он открывает европейскому взору. Несмотря на то, что казахи, конечно, не новый народ для Российской империи, для соседних народов Евразии. Но как бы вот он пишет в таком европейском ключе. И в этом ключе он их описывает как одну из азиатских рас, и причем вот такую северо-азиатскую расу. Вот значит, он здесь описывает наружность, физические свойства. Наружность киргизов ясно показывает смесь происхождения монголо-турецкого. Лица их не так плоские и широки, как у калмыков, но узкие черные глаза, малый рот, выдавшиеся скулы, редкая клочком на конце подбородка растущая борода, отличают их от племен турецких и приближают к монгольским. То есть они вот располагаются на каком-то таком континиуме от турецких до монгольских. Причины тому заключаются в смешении с разными отраслями монгольского племени, в том, что их мужчины женятся на калмычек, как и предпочитают калмычек собственным женщинам. Последствия сего смешания еще яснее в женском поле, нежели в мужском. Женщины почти все черноволносые, мужчин же более темно-русых, у первых глаза меньше, нежели у последних, но как те, так и другие, телом крепкие, дородные, роста вообще среднего смуглы, ну и так далее. Там вот это, что касается докрасавиц киргизских, то они не поражают европейцев, умяниц их игривы, глаза сверкают, но неприятная форма он их, и всегда выдающиеся скулы не удовлетворяют понятиям нашим о красоте. Ну то есть это вот, у меня студенты больше всего возмущаются, как так, разве мы некрасивые, как он так мог о нас писать, но как бы вот это вот начинается этот, вот такие как бы к середине и к концу 19 века, то есть российская этнография, российское географическое общество, они как бы начинают участвовать во всех этих, то что мы сегодня называем грехами западной антропологии, то есть вот эти все человеческие зоопарки, выставки людей, выставки разных рас и так далее, описание этих разных рас, вот создание этих расовых классификаций, достаточно, ну по крайней мере здесь вот интересная расовая классификация, как турецко-монгольского происхождения, и киргизской саков описывает. И в начале этого года вышел первый номер НЛО, посвященный постколониальности, там была статья Евгения Савицкого, которая называлась, как купец Калинцов в Вене, в 82-м году самоедов показывал, и там вот как бы он описывает, как купец как бы спаивал самоедов, и потом возил их в Вене, они жили в цирке, там их изучали австрийские и немецкие антропологи, тоже как бы в самых разных видах и позах, и в голом, и детей, и женщин, и мужчин, и как бы замеряли, и все такое, ну то есть вот все это как бы о том, как бы все грехи западной антропологии, они становятся общими и для российской антропологии, причем это продолжается до начала 20-го века, в том числе и в советской антропологии, вот здесь у меня книга, известная книга Дагласа Носрапа, Wild Empire, это книга о компании Худжум, и о том, как Худжум тоже связывали как бы с, ну считай, ой, господи, паранжу и платки, и все эти, которые закрывали лицо и голову, считали такими негигиеничной одеждой, из-за которой у женщины появляются всякие физические недостатки, и вот как иллюстрация этих недостатков, вот в принципе недалеко ушли советские антропологи, в крайней мере, 20-х годов, от выставок человеческих с участием людей, и вот здесь вот описываются типы узбечек хоризма, то есть опять проводятся замерения, они публикуются в голом виде, и это называется к вопросу о конституциональном и антропологическом типе узбечки хоризма, «Медицинская мысль Узбекистана, 28-й год». Ну это вот опять к вопросу заимствования расовых понятий в Российской империи и на евразийском пространстве. Так, теперь мы поговорим о постколониальной мысли и влиянию как бы роли расы в развитии постколониальной мысли в Америке и во Франции. У меня здесь на слайде три известных мыслителя. Первый это Фредерик Дуглас, американский писатель, просветитель, аболюционист, деятель 19-го века, который когда-то сам был рабом и очень много об этом писал. И он один из первых людей, который бросил вызов вот этому главному нарративу американской истории, о том, что это как бы liberation narrative, о том, что это земля свободных людей, которая освободилась вот через Декларацию независимости и благодаря революции и войне от британского гнета. И он как бы говорит о том, что нет, это вот на самом деле не так, на самом деле это не земля свободных людей, на самом деле здесь есть целое население, которое не было включено в этот проект освобождения и вот эти праздники независимости и декларации независимости и так далее, они вот для именно чернокожих ничего не значат, потому что это не было их проектом. То есть они остались рабами и не были как бы все эти законы о равноправии и так далее, их никак не коснулись. Дальше, может быть, у меня Франс Фанон и Малком Икс, они родились в один и тот же год, но Малком, я начну с Малком Икс, я этих мыслителей выделила, потому что все они еще говорят о влиянии рабовладения многих поколений, то есть то, что люди поколениями были рабов, о том, как это влияло на, как это создало комплекс неполноценности, о том, как людям освободиться от этого комплекса неполноценности. Малком Икс, он много не писал, но у него очень много, так сказать, речей. Одна из этих речей, это известная речь, из которой я сюда поставила, называется «Field slave and house slave and field slave», о том, что... И, в принципе, Фредерик Дуглас тоже об этом писал, что у него там есть такой рассказ о том, как, будучи рабами, они там где-то сидят, разговаривают и спорят о том, чей... у них есть господа, и они спорят о том, чей дом лучше, господский дом. То есть он удивляется, насколько как бы рабы они как бы вот в это вписались, и в этой дискурсе, насколько они отождествляют себя с господином. И вот то же самое говорит Малком Икс о том, что, особенно вот этот вот хаос-негро, он любит господина больше и заботится о господине больше, чем господин заботится о себе, и он как бы настолько отождествляет себя с господином, что если где-то случится пожар, он будет кричать «Наш дом горит», в то время как негр с поля будет желать того, чтобы дом господина поскорее сгорел, и все это закончилось. Ну, то есть и Малком Иксон, то есть он призывал к тому, чтобы, во-первых, освободиться от этого рабского сознания о том, что нужно как-то заявить о себе отдельно от белых людей, может быть, вернуться в Африку. У него как бы были разные проекты освобождения о том, что делать для того, чтобы от этого избавиться, от этого комплекса зависимости и комплекса неполноценности. И, в принципе, Франц Фанон, я о нем говорю позже всех, во-первых, потому что, если идти хронологически, то Малком Икс был известен намного раньше, чем Франц Фанон, потому что Франц Фанон не был как бы всемирно известен до тех пор, пока через... его книга вышла в 52-м году, которая была его диссертация, но ее перевели, по-моему, в 66... уже после его смерти на английский даже. И, то есть, она начала вот иметь влияние после того, как ее перевели на английский, то есть это случилось намного позже, но он там тоже пишет о том же судьбе, так сказать, чернокожего человека, который уже вроде бы полноправный гражданин, но этот комплекс его преследует, и невозможно от него избавиться. Ну и, вернее, сама эта книга и психоанализ, который он там использует, наверное, как бы проект того, как избавиться от этого комплекса неполноценности. Как пишет Зинаудин Сардар в одном из предисловий к английскому изданию Black Skin and White Monks 2008 года, несмотря на то, что книга Фанона основана на конкретном историческом опыте и переживаниях конкретного исторического субъекта в конкретный исторический период во Франции, этот субъект, конечно, сам Фанон, который сам пережил все, о чем он пишет, призыв Фанона к освобождению от культурного доминирования или так называемого культурного империализма имеет уникальный посыл. И я цитирую Зинаудина Сардара, который постколониальный критик пакистанского происхождения, живет в Британии, и он пишет, что то есть праведный гнев, который испытывает Фанон по поводу собственной колониальной ситуации и психологического эффекта, который эта ситуация производит, отзывается эхом во многих уголках Земли, потому что это гнев всех культур, всех систем знания, всех образов и возможностей бытия, которые западная цивилизация подавляла, объявляла нерациональными, неполноценными, несоответствующими. Это, конечно, опыт Франца Фанона, урожденного мартиниканца с Антильских островов, который жил во Франции, как бы сам на себе испытал весь те негативные эффекты расовой и колониальной, и расовой дискриминации. То есть здесь как бы такое, на тот момент еще колониальная и расовая дискриминация, несмотря на то, что они уже свободные люди и на Антильских островах, и во Франции, неполноправные граждане, но вот это вот как бы комплекс зависимости, комплекс неполноценности, он продолжается. И его проект, это как бы проект Фанона, так же, как и проект Малкома Икса, допустим, от проекта Мартельна Лютера Кинга, который, как, слушай, называют Civil Rights Project, их проект, это не проект равноправия, это не про то, как стать на тот же уровень, не про то, как получить те же права, это скорее проект о том, о поиске себя и воплощении собственной субъектности вне вот этого дискурса белого человека и вне взгляда белого человека. То есть, может быть, поэтому у них вот этот вопрос стоял очень, как отделиться вообще от белого человека, куда Малкома Иксу можно идти в Африку, Франц Фанон, он сам к концу своей жизни тоже уезжает в Африку и там присоединяется к алжирскому движению освобождения. И то есть, в чем заключается этот комплекс неполноценности? В том, что чернокожий человек, то есть, что хочет чернокожий человек? Он просто хочет доказать белому человеку свое достоинство, и фанон, то есть, ему нет никаких желаний, кроме тех, которые вот обусловлены колониальным опытом и опытом дискриминации, и он хочет доказать свое достоинство, это ненормально, то есть, чернокожий человек страдает от комплекса неполноценности, и он должен от этого комплекса как-то избавиться. И как пишет Фанон, вот это вот много уже вековая, многовековой контакт белого и черного человека, получается, в трансатлантическом регионе привели к такому массовому психоэкзистенциальному комплексу, который он критикует, ну и там по-разному, разные есть виды, его, допустим, в главе о цветной женщине и белом мужчине, о том, как цветная женщина желает обелиться, и она готова быть и любовницей, и, ну, это основано на воспоминаниях писательницы тоже из Мартиники, Майоты Капецы, которая уже с вами Мартиники, за том, как она была готова хоть что делать, чтобы жить с белым человеком и чтобы получить вот этот вот little bit of whiteness in my life, чтобы у меня было чуть-чуть белизны в моей жизни, чтобы я, ну, получается, такое полное совпадение, такой классовый, то есть для того, чтобы достичь какой-то мобильности, для того, чтобы как-то подняться в этой жизни, ей нужно обязательно найти белого человека, и вот это вот как бы, он тоже называет это комплексом, его критикуют, но это что касается чернокожей женщины, чернокожий мужчина ведет себя по-другому чуть-чуть, он, наоборот, отказывается от белой женщины, это вот по другому роману Рене Морана «Эмэлэй Каньаза», в котором главный герой Жан Венюс, тоже чернокожий, из Карибского региона, но получивший и образование, и выросший в Бордо, он тоже любит белую женщину, она любит его, все его белые друзья говорят, что он должен и может жениться на ней, но взвесив все за и против современного колониального, мы говорим о 50-х годах французского общества, он решает отказаться от женитьбы и уезжает работать государственным служащим во французскую колониальную Африку. И это Франс Фанон, будучи сам психоаналитиком, называет нервозом. И еще одна его, по-моему, четвертая глава вывода, это вот то, что сам факт чернокожества, несмотря на то, что он ассимилировался, на то, что он говорит на французском лучше француза, это вот язык у них тоже отдельный, но об этом, наверное, будут говорить другие спикеры, которые будут говорить о языке и колониальности, несмотря на то, что чернокожий субъект полностью ассимилировался, но он как бы никак не может избавиться от факта своей чернокожести, который присутствует во взгляде других и в глазах других, ему постоянно об этом напоминают, и он сам себе об этом напоминает. И ему, получается, он сам полностью ассимилировался, но общество его не ассимилировало, он всегда будет негров, всегда будет чужой, всегда чернокожий, у него нет родины, нет языка, где он мог бы спрятаться и быть собой, то есть он вот ищет, где он такой страдающийся, мучающийся, расщепленный субъект, и он не может стать белым, он не знает, что значит быть черным, то есть быть черным не так, как это описали белого, а быть черным на своей собственной территории, в свои собственные как бы воображения, что значит быть черным, вот это вот как бы его мучает, и, наверное, второй, вторая книга Фанона «The Wretched of the U.S. Проклятые земли» это о том, вот как найти себя, его проект, это вот антиколониальная борьба в Африке, в Алжире, и о том, как как бы искать себя дальше. Это что касается вот этой как бы постколониальной мысли, связанной вот именно с ролью расы, и именно на примере французского, на французском колониальном примере, на примере американском. Ну, естественно, в трансатлантическом мире не только французы и англосаксы, там еще есть, были испанцы, у них, конечно, расовое, это чуть происходило по-другому, и отношение к расе чуть было другое, и вот эта вот идеология, которая уже появляется позже, и многие как бы латиноамериканские страны считают себя в этом плане лучше американцев, у которых было такое четкое расовое разделение и расовое отличие, и сегрегация согласно расовому отличию, причем и не только по отношению к черным, но по отношению к индейцам, которым, чтобы тоже надо было сегрегировать и подсчитывать там quantum of blood, чтобы занести их, то есть, чтобы кого-то отнести или к белому, или к индейцу, нужно было подсчитать там пропорцию его индейскости или его европейскости, и вот эта зацикленность на вычислениях этих пропорций, она как бы существует в Америке, это между белым и коренным американским населением, а здесь как бы особенно во время мексиканской революции, вот эта идеология, так, если я правильно произношу, местизахе, о том, что нужно всем как бы расам смешаться, и вот таким образом мы станем единой нацией, если вот мы все смешаемся, и это не только в Мексике, это вообще в Латинской Америке, и даже в Бразилии тоже что-то подобное, и в принципе, вот я смотрела книгу о Boazian Anthropology и расизме и либерализме, которую, и там вот получается, американские антропологи, баазская школа, они тоже говорили, что вот, чтобы избежать расовой дискриминации, чтобы разрешить этот расовый вопрос, нужно в конце концов как бы смешаться, и то есть нужно уменьшить, то есть чернокожим надо посветлеть, ну то есть всем надо посветлеть, для того, чтобы, или, я не знаю, можно наоборот сказать, потемнеть, если с другой стороны, но поскольку проблематизируются именно чернокожие, именно индейцы, то получается это им надо посветлеть, это их нужно, это самое, чтобы решить этот расовый вопрос, то есть на тот момент, как бы это вот считалось такой прогрессивной идеологией, впрочем, и в Советском Союзе тоже, межнациональные браки и так далее, наверное, тоже можно к этому отнести. Ну вот тогда, так что я еще хотела сказать, а я хотела сказать о современном состоянии вот этих постколониал стадис, и то, что называется critical race theory, то, что называется critical race studies, в которой производится огромное количество, ну то есть, что удивительно, то есть как бы в то время, как существует как бы запрет на любую, как бы любое концептуализацию биологической расы, вот эти как бы расовые исследования, можно сказать, развиваются бурным цветом, я вот посмотрела последние книги, вот допустим, даже в этом я, последняя книга, очень много пишется о самых разных расовых популяциях, то есть истории о том, как это, о межэтнических, межрасовых браках, вот допустим, даже сейчас вопрос поднимается о том, в книге Джеральдин Хэнг 2018 года, The invention of race in the European Middle Ages, то есть очень много используют это вот изобретение расы, допустим, есть книга о изобретении латино в Америке, изобретении как бы, вот изобретение вот этих всех новых рас, разных азиатской расы и так далее, и как происходит рациализация населения, очень много по этому поводу. Вот именно в этой книге, The invention of race in the European Middle Ages, интересным образом поднимается вопрос, насколько раса действительно современное понятие. Она там пишет о том, что расовые понятия были именно в средневековой Европе в отношении, естественно, евреев и сарацинов, и вот как бы сегрегация, и вот это развлечение фенотипов и так далее, оно именно даже появилось именно в Британии в 13 веке, когда евреев заставили носить нашивки и вообще как бы описывали их как отличных, ну, конечно, не говорили, не употреблялся этот термин рас, ну, как бы о том, как отличных людей, ну, естественно, это совпадало и с религией, и с культурой, и биологической, это совпадало. Но, впрочем, так же, как и в эпоху великих географических открытий, все эти биологические расы, они тоже, естественно, совпадали и с культурным отличием и так далее. Я тогда закончу на этом. Прям совсем? Ну, я, в принципе, могу еще назвать несколько книг, которые, может быть, я их даже потом прибавлю и вышлю. Потому что, я как сказала, очень много книг выходит именно по расовой истории, истории рациализации и современным, и даже есть такие книги о запахе, и как бы как раз определялось по запаху, и как бы как это было, это самое. Ну, о том, что, как бы, вот эта часть пасколониальных исследований, она очень светет и хорошо развивается. А вот у меня, я хочу задать вопрос по поводу того, что, ну, там просто столько всего написали в комментариях, много читать. Я... Ой, мне надо открыть же это, да, что написано. Да, да. Алима, ты открой чат, посмотри, там какие-то вопросы, которые ты тогда зачти вслух, чтобы эта запись попала, и ответь тогда потом. Ага, там несколько вопросов. Слайды, психоанализи, нет комплекса неполноценности, это комплекс, это совокупность условий, в центре которых невроз и его симптомы. Хорошо, согласна. Так. Да, я согласна, может быть, не надо подкорректировать здесь. Но он говорит не комплекс, он говорит просто комплекс. Комплекс это называется. Это ты, наверное, добавила мне по-русски уже, когда я на русский переводила. Разве можно запоставлять казахов как категорию социокультурную, расу как категорию биологическую? Разве можно говорить о расовой принадлежности этнических обществ? Вот это точно расизм. Но расы как биологический групп от этого никуда не деваются, просто нельзя смешивать социокультурные и биологические составляющие общности людей. Кстати, о четвертом классе вам говорили о расах 2, 2, 3 и так далее порядков, и что таким образом? Рас огромное количество, даже в первом приближении несколько сотен. Нет, в четвертом классе мы изучали вот эти три основные расы, о том, какие у них различия, им показывали картинки и так далее. Я этот пример приводила из учебника географии четвертого класса. Есть ли концепции или ученые-антропологи, которые сегодня используют, продолжают использовать понятие расы, насколько эта категория сегодня операциональна? Ну вот, я об этом говорю, это вот такое интересное, что в принципе о расе биологической как бы говорить нельзя, но можно говорить о расеализации, о том, как эти категории создаются, как социальные конструкты создавались, исторические и так далее. Об этом вот можно много говорить. А вот как о конкретной расе, наверное, ну, это просто само слово, наверное, стало таким неудобоваримым и неиспользуемым. Хотя, наверное, хотя, конечно, физические антропологи, эволюционные антропологи, физические антропологи, они используют какие-то другие слова, популяции и так далее. Это вот, которые можно корректно использовать. Да, я бы вот хотел к своему вопросу вернуться в плане того, что я... Единственное, вот что у меня возникает, то что на самом деле, ведь несмотря на вот эту колониальную ситуацию, которая в мире сложилась и вот разделение по расам, тем не менее, ну, в связи с этим, все расы на данный момент друг на друга так или иначе озлоблены и каждый раз пытаются в себя на этом фоне превознести над другими. И то, что, например, представители племен, например, ЮАР, если к примеру брать, да, которые на протяжении длительного времени находились в состоянии апротеида, сейчас делают ровно то же самое, только со значительно больше агрессией. И вот интересно, ну, мне, например, очень интересно с точки зрения того, что происходят ли какие-то процессы гармонизации, потому что то, что мы видим, происходит в США, то, что мы видим, происходит в Китае, то, что видим, происходит повсеместно везде. Наоборот, да, как бы на фоне всеобщей, как бы, казалось бы, всеобщего равенства, да, происходят вот эти вот притеснения иных представителей других рас, и, как бы, какой-то есть тенденция к улучшению этой ситуации. Я вот с вами абсолютно согласна, что очень сложно, как бы, участвовать в этом разговоре, и, слава богу, вот, как я уже сказала, что это, я несколько раз повторила, что мы должны держать в уме, что все эти, как бы, концепты, расы и так далее, они возникли, как бы, в трансатлантическом контексте, у нас были заимствованы, может быть, не заимствованы до конца, и, может быть, в этом есть какой-то плюс, что они не были заимствованы до конца, то есть мы, как бы, их не интернализировали до такой степени, что совсем уж там по этому поводу. Но то, что происходит, да, в американской антропологии в этом плане, то есть, как я сказала, то есть идет разговор, ну, вот это заявление вот этого 1996 года, оно же говорит, что, как бы, есть расизм, но нет расы, получается, да, то есть невозможно говорить о расе, но нужно много говорить о расизме, и как это приведет к гармонизации, ну, наверное, как-то нужно перестать говорить или меньше говорить о расизме, я не знаю, ну, это не мне им советовать, учитывая их другую историю и так далее, я не знаю, честно, что им делать, как гармонизировать, но я знаю, что нам и в российском контексте нужно понимать, что это, как бы, заимствованные понятия и до конца, как бы, даже не интернализированные, что... Да, но вот, например, в Советском Союзе же пытались создать вот такое единение, а потом, к сожалению, шли на разделение по республикам, так или иначе, которое привело к проблемам, то есть вот как раз попытка воссоздать идентичность, так сказать, народов, их культурную, которая по итогу ни к чему не привела, но привела, наоборот, к ужесточению агрессии, к разделению вот этого вот после распада Советского Союза. Да, ну, вот это вот, как бы, это такие два, как бы, вот, я же говорила об этом, мести сахи, да, понятие о том, что надо смешаться и надо, чтобы расы исчезли, это ведь тоже в некотором роде проблематично, да, чтобы, как бы, исчезли они совсем или какие-то расовые отличия, то есть получается, что какие-то, чтобы особенно, когда, ну, в американском контексте предполагалось, что это определенные расы, которые должны исчезнуть, да? Ну, да, но просто вот, например, в ЮАР, там просто я, ну, поскольку я лично с этим сталкивался, поэтому я, как бы, привожу в пример именно ЮАР, где помимо общей агрессии по отношению к белому населению, да, в связи с историей апротеида, там идет ожесточенная абсолютно агрессия со стороны племен, ну, то есть разных, это нельзя сказать, что это расы разные, да, это разные, они себя считают разными народами, хотя, ну, вот, как бы, казалось бы, да, и там все это очень жестко, это постоянная поножовщина, перестрелки и, в общем, некомфортная ситуация для всех, и для белого населения, поскольку против них все, и для черного населения, потому что если ты не относишься к какому-то крутому племени, то тебя, скорее всего, могут убить легко. Я прав, вот, тенденции все-таки, есть какие-то тенденции к улучшению ситуации, что может все-таки улучшить эту ситуацию в мире? Вот даже не знаю, у меня, как бы, к сожалению, у меня нет рецептов для всего мира, то, что происходит в Америке, вот даже с, вы, наверное, слышали несколько скандалов в Академии, когда люди, которые изучали каких-то, которые были в Афро-Американ Стадис или каких-то других Майнорити Стадис, потом выяснялось, что они никакие не Майноритис, и что они, как бы, играли роль и их, как бы, осуждали, и это самое, хотя, в принципе, понятно, что с точки зрения, ну, если мы говорим, что раса – это социальные конструкты, и так далее, и, как бы, я их не, ни в коем случае, не говорю, что нужно, как бы, принимать чужую идентичность и так далее, но с какой-то, мне кажется, даже с человеческой точки зрения можно было и где-то понять, да, почему, как бы, изучая, допустим, будучи в Афро-Американ Стадис, кому-то было легче быть афроамериканцем или представлять себя афроамериканцем, будучи евреем, да, или еврейкой, ну, то есть, как-то по-человечески понять можно, но вот это вот, как бы, шквал осуждения и это самое, мне вот тоже, как бы, вызывает озабоченность, скажем так. Вот еще в чате вопросы написали. В Советском Союзе есть ли концепции или ученые-антропологи, которые сегодня используют, продолжают использовать понятие расы, насколько эта категория сегодня операциональна? Ну, вот, в России антропологи продолжают использовать понятие расы, особенно физические антропологи, и они это говорят о том, ну, то есть, они вот отошли вот от тех, как бы, рас, которые создавали проблемы и разделение на... ну, если говорить о каких-то других, то есть, если категоризировать по-другому, если какие-то другие классификации, это самое, то, в принципе, это можно использовать, мне кажется, и это используют, я думаю, каким-то образом, просто говорят об этом на другом языке, то есть, нужно совсем переизобрести язык и не говорить вот о тех расах, которые создали столько проблем всем и деления, которые были, но на самом деле, как бы, история, то, что, как бы, вот эта ожесточенность, нам же тоже, вот когда я читаю Фанона и там Малком, Малкома Экс и так далее, это действительно нам же тоже, как бы, сложно понять, когда вот это поколениями это оправдывалось, да, то есть, это оправдывалось с научкой с точки зрения, это оправдывалось с религиозной точки зрения, и, наверное, вот та реакция, которая идет против этого, может быть, она где-то, она справедлива, то есть, мы все понимаем справедливость такой реакции, правильно, которая создавала эти комплексы и так далее, а вот как это гармонизировать, как это привести к какому-то справедливому, обоюдному, добоваримому решениям, это вот, остается вопрос, и там, и вот эти войны памяти, то есть, они, конечно же, это правильное, это самое, что вот это вот нарратив о Америке как земли свободы и свободных людей и так далее, это же проблематичный нарратив, то есть, с точки зрения индейского населения, с точки зрения агроамериканского населения, и то, что это все надо как-то заново описать и заново пересказать, это правильно, я считаю. Извините, я все-таки не поняла. В Советском Союзе были как раз обратные процессы переселения, уничтожения зэков, создания смешанных республик для лучшей управляемости, то, что последовавшее ожесточение закономерно. Это комментарий, я так поняла. Извините, я все-таки не поняла, можем ли мы говорить, что понятие расы ушло в прошлое, сегодня это устаревшее, идеологически нагруженное, да, вот это вот очень правильно, идеологически нагруженное понятие, которое рекомендуется не использовать, ну, по крайней мере, американской ассоциации антропологов, породившее расизм, да, но понятие расы, в Америке говорить о расе, да, как о биологической расе нельзя, ни о каких расах говорить, наверное, сложно, но если говорить об этом другим языком, то, наверное, можно, я думаю, что кто-то об этом говорит другим языком, как быть все-таки физическая антропология, которая по расам, да, типизирует население планеты, эти различия наблюдаемы, физическая антропология, да, физическая антропология против critical racial status, я абсолютно согласна, да, что, как бы, да, эти различия наблюдаемы, эти различия, как бы, нельзя сказать, что их нет, они есть, и особенно, как бы, и интерес же вызывают, допустим, какие-то изолированные сообщества, как там они жили, какие у них создались там, мутации и так далее, это, конечно, хочется изучать, но об этом просто нужно говорить другим языком, наверное, и вот этот язык сейчас изобретается, какое понятие тогда вместо них, ну, вот уже российские антропологи, антропологи, это, и, наверное, американские говорят о популяциях вместо расы, то есть разных популяциях, там смешанных популяциях, изолированных популяциях, и как-то другими словами, но я думаю, что, в принципе, об этом говорится, но другими словами, аккуратно, и с тем, чтобы не вернуться к расе, снятие понятия расы переносит конфликт измерения наций, ну, кстати, да, да, вот, кстати, если, ну, то есть, проблема же вот в том, этом ЮНЕСКО, которое я, то есть, там говорится, что вообще проблема вот в этих общих, очень общих категориях, да, вот, которые были созданы, вот все эти расы по цвету, и последние, вот эти три расы, негроид, европеоид, вот это, вот они, они проблематичны, то есть, они были проблематизированы, сказали, что их лучше не использовать, и так далее, а получается, если мы говорим о каких-то маленьких, там, между расах, или это, не знаю, как их назвать, то говорить об этом можно, то есть, мне кажется, да, можно говорить о том, чтобы, о том, что вот, от тех этих, которые не принесли, наверное, столько колониальных отличий, да, то есть, ну, тут же еще проблема в том, что как бы расовые колониальные отличия же совпадало, да, и вот это тоже, то есть, если как-то говорить об этом без колониального багажа, то есть, избегать вот этого колониального багажа, а колониальный багаж и разговор о расе, он очень, как бы, вместе существует, поэтому, если вот их как бы развести, можно говорить. Можно говорить? Да, и, наверное, чтобы как-то уж совсем, ну, даже вот, я же привела пример, что даже в 80-х годах в Советском Союзе, где говорили о расах, в принципе, не должно было говориться о расах в плане иерархии, но даже будучи тогда, я как бы, я чувствовала, что есть иерархия, и вот когда нас объявили монголоидами, нам было обидно, потому что это было как бы, мы где-то оказались в иерархии внизу, это в Советском Союзе, учитывая все эти заимствования, да, и это все равно к нам пришло, и нам было обидно, нам троим, казахам, которых все-таки отнесли к монголоидам, то есть вот, избавиться от иерархии, избавиться от расового колониального багажа, и говорить об этом другим языком, наверное, да, ну и, наверное, в Советском Союзе это еще было то, что как бы это же была там орда, у нее же тоже была такая, она негативная была, и монгольская орда, золотая орда, она была негативная, и вот еще монголоиды, к этому добавилась, и так далее, все это вместе, и оно производило такой эффект, наверное, на нас. Спасибо вам большое. Это я с Валентином говорю, да? Да, да, это Валентин. Хорошо. Извините за эти отключения, это получилось, это самое. Да, технически бывает. Два. Ничего, все, спасибо. Спасибо большое. Алима, вот, значит, тогда, дорогие друзья, у нас следующая лекция начинается буквально сегодня, через полчаса, вот пришлось вот так ужать. Так что, вот, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Спасибо большое. Ладно, до свидания. Спасибо. 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 До свидания.